Зовут меня Артемий Рябинков, работаю в Unity. Это та компания, которая движок делает, но работаю я далеко не с движком, работаю я в департаменте, который занимается монетизацией и занимаюсь тем, что строю инфраструктуру для машинного обучения. И доклад этот, который я хочу рассказать, он тоже появился, на самом деле, он родился не синтетически, он родился как такой мой опыт работы в Unity, опыт работы в Авито, я до этого в Авито работал, и то, как в компаниях работают, во-первых, с машинным обучением, и то, как разработчики относятся к этому машинному обучению. Все это вместе привело меня к появлению доклада. В чем суть? Суть в том, что на самом деле мы, как разработчики, которые пишут, скажем, код, делают какие-то фичи, выкатывают что-то на продакшн, мы как относимся к машинному обучению? Так же, как и многие люди, на самом деле, не интересующиеся машинному обучению, мы к нему относимся как к какой-то, скажем, какому-то black box, это в лучшем случае, а в худшем случае мы воспринимаем это как какую-то черную магию. На самом деле, до того, как я начал работать в Unity, вот я где-то месяц-четыре работаю в Unity, я не занимался машобучем, я не интересовался машобучем, у меня нет, не было никакого опыта работы с машинным обучением вообще в каком-либо виде. Но сейчас за эти несколько месяцев работы как раз с инфраструктурой вокруг машобуча я немножко набрался опыта именно в инфраструктуре. То есть я не занимаюсь обучением моделей, ну и хочется как-то рассказать людям о том, как стартовать, как в продакшене запускать это машинное обучение, скажем, как это хотя бы на минимальном уровне знаний сделать. Но мы воспринимаем машобуч как black box, и это нормально, да, то есть это нормально, что мы так делаем. Но на самом деле, когда в компании образуются команды дата-сайентистов, которые занимаются именно машинным обучением, это тоже плохо, потому что они забирают себе всю информацию. И, например, ну, скажем, у меня сейчас история, которую я решил разобрать в антокладе, это про спам, да. Я работал в мессенджере в Авито, и там частично была история, что вот есть дата-сайенс, есть как бы команда разработки. И дата-сайенс на самом деле все знания внутри себя инкапсулирует и никак не помогает именно ребятам освоить. То есть мы просто берем и отдаем, как бы, что можем отдать дата-сайентистам. Но Unity работает немножко по-другому. Здесь команды состоят из людей, которые как бы могут в машобуч. И поэтому вот этот вот такой подход именно к кросс-функциональности, он дает хороший старт. Давайте для тех, кто, как и я, вообще не представлял никогда, что это такое машобуч. На самом деле есть вот тот, скажем, то ядро, о котором больше всего говорят. Это алгоритм. Вот на слайде показан ML-код, ячейка с ML-кодом, как алгоритмом, который, собственно, является вот этим вот фундаментом, вокруг которого все строится. Но интересно, что на самом деле этот алгоритм занимает, ну, там, 5% от всего, всего, что нужно, чтобы запускать ML. Но алгоритм действительно для того, чтобы его писать, нужно разобраться, как это делать и так далее. Сейчас уже есть какие-то много статей на эту тему, но в целом нельзя просто взять и стартануть, не зная ничего. Но на самом деле, если говорить о машинном обучении, как о, скажем, продукте или сервисе внутри вашей компании, то вокруг него столько компонентов. Вот пример на слайде как раз о том, что этих компонентов великое множество. И мы, как разработчики, уже частично эти компоненты реализуем. Давайте разберем историю как раз со спамом. Вот мы хотим бороться со спамом. Как нам это делать? Мы начнем писать код. Мы начнем писать код, и мы будем это следующим образом. Мы откроем, собственно, базу данных нашу, соберем оттуда информацию о том, например, какие сообщения у нас есть. Посмотрим на эти сообщения. Посмотрим на эти сообщения, выделим какие-то там данные, которые нам интересны. Вот, например, есть пользователь, у него есть имя, e-mail, время создания пользователя, время отправки самого сообщения и текст сообщения. Вот эта информация, мы ее как бы посмотрели на нее и понимаем, что что-то какое-то нехорошее сообщение, что тут какие-то деньги предлагают получить при переходе по ссылке. В общем, спам. Ну и пишем функцию, просто функцию, которую называем. И спам. И это модель. Мы уже сделали модель. Ну, наша модель в данном случае достаточно простая, она все сообщения считает спамом. И это может быть даже хорошим бейзлайном, она может быть даже хорошую точность выдавать на вашей системе. Но что тут интересно? На самом деле здесь важно, что мы в целом, мы как разработчики какого-то продукта, мы являемся носителями знаний о доменной области. И именно вот эти знания, вот это вот, это та важная часть, которую не может прийти человек извне, с лучкой Data Science на погоне и сказать, я вам все сделаю, потому что у него нет знаний о доменной области. И именно поэтому, если разработчик начнет разбираться и пытаться реализовать какие-то модели, у него больше шансов и, скажем, более низкий, более быстрый старт будет. Ну, вот такой у нас старт был. И спам равно true. Значит, модель, конечно, хорошая, но попробуем ее улучшить. Я тут демо показываю подготовленное, скажем так, и весь код, весь код будет доступен после доклада, я покажу все, вернее, ссылки на весь код дам, на все, что мне тут представлено было, поэтому не углубляйтесь сейчас вот в чтение каждой строки, потом все будет доступно. Вот следующий пример. Мы подумали-подумали, и что сделали? Мы сделали модель, которая более вменяемо определяет, спам это или не спам. Ну, понятно, что если там e-mail временный, и пользователь зарегистрировался меньше минуты назад, вот тут видно, что пользователь зарегистрировался 2 минуты назад, отправил сообщение минуту назад. Значит, что между отправкой сообщения и регистрацией прошла минута, получается, пользователь с временным e-mail зарегистрировался и сразу же отправил сообщение. Подозрительно. И мы пишем вот функцию, которая определяет, что такие, такого вида сообщения, это у нас спам. Простая функция. Ее даже можно покрыть юнитестами. Мы покроем ее какими-то юнитестами, оно будет работать. Что важно? Вот я когда это готовил, я сам обрадовался, думаю, ох, ну все, я теперь data scientist, написал модель, говорю, жена, иди смотри. Я подошла, глянула в экран, я показал функцию, она говорит, и что, это же кусок кода. Ну так это и есть кусок кода, но как бы машинное обучение это тоже не какая-то магия. Машинное обучение это тоже кусок кода. Да, конечно, здесь я передергиваю, это не машинное обучение, но тем не менее, важно понять, что вот даже такая маленькая модель потребовала достаточно серьезных знаний о доменной области. Мы, во-первых, мы собрали информацию, мы собрали из нашей базы информацию о сообщениях, мы их проанализировали, мы посмотрели, что e-mail временный, это уже знания о доменной области, мы посмотрели, что пользователь зарегистрировался и отправил сообщение за короткий срок, это тоже знания о доменной области. Выделили самые важные данные, которые нас интересуют. Ребята, занимающиеся машинным обучением, называют такие данные фичами, и такие вот выделения важных данных называются фич инжиниринг. Мы провели этот фич инжиниринг, создали модель, провалидировали, что эта модель работает, даже если мы просто написали юнит-тесты какие-то простые, это уже все равно валидация. И получается, что если смотреть на те пункты, которые дата-сайентисты выполняют каждый день, то есть дата-сайентисты, я имею в виду те ребята, которые приходят на работу и в фулл-тайм занимаются маш-обычем или говорят, что занимаются маш-обычем, они на самом деле занимаются во многом, примерно тем же самым, чем разработчики, которые пилят код, которые пилят фичи, в смысле продукт. Фич инжиниринг сделали, дата-коллекшн сделали, верификацион сделали, создать модель, готова, инфраструктура. Мы должны вот этот код каким-то образом выкатить в продакшн, кубернетис, не кубернетис, мы должны его как-то проверить, то есть минимальное нагрузочное тестирование может быть, какие-то кеннери-релиз и так далее. Вот это все, это инфраструктура сервинга, то есть инфраструктура, благодаря которой можем этот маш-обыч или нашу простую модель выкатить в продакшн. И на самом деле вот эти четыре пункта, которые я здесь описал, это те пункты, которые, ну, скажем, их проходит каждый разработчик, вне зависимости от того, называется он Data Science или он называется GoLang Software Engineer, не важно. Поэтому хочется немножко, немножко как раз вот эти вот представления о том, что ML это black box или это магия, ну, немножко убрать. Я сам очень долго представлял себе, что не представлял даже совсем, что такое ML. Идем дальше. Вот мы такую модель сделали, да? Конечно, это не email, конечно, это не так интересно, но что важно? Важно, что дальше мы захотим строить, эту модель улучшить. Захотим анализировать текст, захотим какие-то более сложные вещи делать, и мы придем к тому, что нам нужно строить машинное обучение. Для этого существуют, в современном мире существуют фреймворки, которые позволяют не писать все с нуля, которые позволяют стартануть легко. Существует, ну, два наиболее известных, наиболее популярных. Это вот TensorFlow, он от Google, и PyTorch, он от Facebook. И большая часть машинного обучения, ну, скажем, большая часть современного мира машинного обучения основана или базируется на этих фреймворках. Тут важно понимать, что когда говорят о TensorFlow, это вот обычно, ну, или не то, что обычно, мы часто воспринимаем TensorFlow как синоним машинного обучения, но это не так. TensorFlow сам по себе – это библиотека, написанная на C, не на питоне, написанная на C для того, чтобы реализовать вычисления. Какие-то вычисления. Она умеет работать с устройствами, с GPU, ЦПУ, умеет эти вычисления распараллеливать и так далее. То есть это такое ядро, которое занимается просто расчетами чиселок. А вот поверх этого ядра навернуто API на питоне, который позволяет с этим ядром удобно работать. Но это API, это ядро – это все равно не машинное обучение, это просто как бы возможность что-то считать. И вот дальше уже появляются следующие слои, например, там есть такие штуки, как Керас, библиотеки, которые позволяют строить или достаточно легко поверх этого ядра с вычислениями реализовывать, собственно, какие-то модели. Действительно сложные и модели с большим количеством математики, капотом. Вот. Ну и мы, естественно, с развитием наших, скажем, инфраструктуры машинного обучения в компании, мы перейдем к TensorFlow. Давайте начнем уже сейчас. Давайте просто возьмем и попробуем вот эту модель перенести под, скажем, под крыло TensorFlow, для того, чтобы потом мы могли модель расширять. То есть мы могли уже строить более серьезные, более серьезные какие-то подходы к тому, чтобы анализировать спам или не спам. Можем даже привлечь каких-то людей вне команды или даже вне компании, которые помогут реализовать алгоритм. Но самое главное, что если у нас будет работать простая модель TensorFlow и вся инфраструктура по сбору данных, по анализу будет работать, то у нас уже, по сути, 90% машинного обучения реализовано. Ну давайте попробуем перенести эту модель в TensorFlow. Когда начинаешь думать, как это сделать, ну понятно, что большая часть информации в интернете это про Python, да, там, на Python, но, как я уже сказал, сами модели, они... Когда ты делаешь модель, ее удобно делать на Python, потому что есть много инструментов для обучения, просто удобную верхнюю уровню API. Но выполнять эту модель, ее можно сохранить в определенном формате, в формате saved model, и дальше выполнять уже как угодно. То есть те языки, которые позволяют вызвать C-шную функцию, в Go это с помощью C-Go реализуется, во всех других языках мы тоже можем это делать. Все эти языки могут работать с TensorFlow. Когда приходишь к тому, чтобы начать, как бы, работать с TensorFlow на Go, первое, что находится в интернете, если посмотреть просто, находится вот статья Understanding TensorFlow Using Go. Знаете, что интересно, что здесь предлагается строить, скажем, граф в рантайме, но типичный способ работы с Пашовичем на Go вообще не такой. Типично, как я уже сказал, мы на питоне готовим граф, этот граф на питоне, граф, я имею в виду, что, ну, как бы, та модель или те операции, которые мы подготовим, это будет в итоге представлено в виде графа внутри TensorFlow, то есть каждые ноды, какой-то этап выполнения, и дальше этот граф, мы его, как бы, сохраняем в файл, в savedmodel file, savedmodel, это, по сути, протобав файл, и дальше мы его можем выполнять. Так вот, этот граф, его удобно, его... Единственный возможный способ, на самом деле, сейчас его готовить, это питоновский API. Ну, есть другие языки, там, Julia, R, и так далее, но, как бы, вот в TensorFlow есть хороший API на питоне, и его и будем использовать для того, чтобы подготовить модель, для того, чтобы ее собрать. Поэтому вот эта статья, она вообще ничего полезного, ну, на мой взгляд, не дает, потому что информация о том, как собрать граф на Go, она не очень юзабельная. Ну, давайте попробуем накидать модель. Как это сделать? Можно поставить себе питон на машину, но на самом деле у Google есть сервис, называется Collab, и этот сервис позволяет писать, готовить модели под TensorFlow, вот в браузере буквально, и Google может... Google, по сути, выделяет нам виртуальную машину, она может быть с GPU, может быть без GPU, только с CPU, на которой мы можем все обучать, все данные как-то готовить, обучать, и в последующем модель просто загружать готовую, сохраненную как раз. Ну, вот этот сервис я буду использовать, ссылку потом на эту вот модель, которую я делаю, я дам. Ну, конечно, модель – это кусок кода, да, как я и сказал, но для того, чтобы с этой моделью взаимодействовать, нам нужно описать сигнатуру модели. То есть для начала нам нужно понять, какие фичи мы будем использовать, и дальше мы эти фичи должны описать. Вот мы, когда создаем модель, мы, в сути, можем сделать класс, который наследуется от определенного там базового класса, на вход этому классу мы можем какие-то там переменные передать и дальше эти переменные использовать, когда модель выполняется. Сама модель, она может быть разной. Ну, вот мы знаем, что на вход поступают нам какие-то фичи, create.it, text, email и так далее. Мы делаем какой-то код, который считает, определяет, классифицирует, спам это или не спам. То есть вот тот же самый код. Вот тут вот min delay, это как раз мы сравниваем с min delay. Я его задаю как 60 секунд, минута, как и в предыдущем коде на go. И этот подход, собственно, перекладываю из go. Ну, на выход я буду возвращать confidence как такой параметр, насколько модель уверена в том, что это спам. Понятно, что в данном случае у нас единица или ноль будет, но в последующем мы можем более аккуратно вот эту вот уверенность модели возвращать. Для того, чтобы при сохранении модели у нас было понятное API, с которым дальше удобно было работать, мы должны описать сигнатуру модели. Вот что такое сигнатура? Я говорил вначале, что это два компонента, то есть вот эта часть на TensorFlow и наша часть приложения – это два разных компонента, и они должны взаимодействовать между собой. Вот модель при сохранении может создавать… Она может, она создает определенную сигнатуру, и в рамках этой сигнатуры описаны те данные, которые она требует на вход, и то, что она отдаст на выход. То есть если внутри TensorFlow у нас есть граф, вот такие вот черненькие кружочки, вот тут на слайде у меня, это ноды графа. Вот эти ноды графа, по сути, они как раз и будут input-пичами. Вот в сигнатуре модели будут описаны те фичи, которые являются… Как бы пичи, которые указывают на ноды графа. То есть сигнатура говорит, что для того, чтобы положить… Для того, чтобы выполнить модель с такими-то входными данными, положи эти данные вот в такие-то ноды. Ну, примерно так. То есть, но на самом деле, на самом деле у нас в TensorFlow все является тензором. И тензор – это, по сути, просто многомерный объект. Это просто может быть скаляр, это может быть массив, это может быть матрица или n-мерный массив. Вот эти тензоры, этими тензорами мы оперируем. Любая входная, входные данные – это тензор. Вот эти ноды, они тоже оперируют тензорами. И мы должны писать у каждого тензора спецификацию. То есть у каждой фичи входной мы должны писать спецификацию. Тензор спект. И эта спецификация, она говорит о том, какого вот этого вот размера этот тензор, какого он, как бы, пространство… Что за пространство под этим тензором? И какой тип этого тензора? Мы описываем это все в коде, в коде это выглядит вот следующим образом, то есть вот тут функция, вот мы саму функцию оборачиваем в раппер и в этом раппере мы передаем информацию об input signature, каждую входную фичу мы описываем. Если у нас вот есть, например, message created app, он будет in64, unix timestamp, следующий там текст это стринга и так далее. Вот это все мы описываем. Дальше после того, как мы модель сохранили, то есть вот тут мы можем модель просто скачать, в случае мы ее подготовим и вызовем код на сохранение этой модели. Вот пример того, как происходит сохранение модели. При сохранении модели необходимо указать сигнатуру и вот сигнатура это как бы указательная функция, которую мы хотим сохранить. Вот это signature, это название сигнатура, оно может быть абсолютно любое. Машина у нас выделилась и мы можем взять и запустить код. Мы запускаем этот код, модель готовится, сохраняется файл, дальше я этот файл зипую и скачиваю его, просто прям скачиваю. По сути, в рамках работы с этой виртуальной машиной у нас есть файловая система какая-то, мы с ней можем работать. Туда можно грузить файлы. Вот. Достаточно просто, если хотите начать экспериментировать, это коллаб, это лучшая точка, это как бы инфраструктура для старта. Ну хорошо, модель у нас есть, что с ней дальше-то делать? Вот это самый камень преткновения, можно так сказать. Мы... Сейчас переключусь на веточку. Какая у нас? Третья? Третья. Мы эту модель скачиваем, раззиповываем и дальше у нас есть директория с, собственно, данными этой модели. Что в этой директории есть? В этой директории у нас лежит сама модель, это вот protobuf файл, то есть k-value protobuf файл. Его можно редактором открыть, посмотреть. Переменные. Переменные — это переменные, которые мы тут вот использовали. Они сохраняются в отдельный файл. Вот. И эта модель в рамках работы с этой моделью нам им необходимо загрузить в коде и выполнить. Существует... То есть уже есть на самом деле обертка, которая не требует от нас работы с cgo, уже есть готовый пакет для работы с TensorFlow, собственно, поддерживается разработчиком TensorFlow. Мы этот пакет использовать как раз будем для того, чтобы работать с моделью, но для того, чтобы... После того, как мы эту модель загрузили, вот у меня функция загрузки модели из директории, модель загружается, функция выглядит примерно так. Просто вызываем метод из пакета зафлошного загрузки модели. Мы модель-то загрузили, но что с ней дальше делать, пока непонятно. Вот для начала нам нужно проанализировать, что в этой модели находится. Для того, чтобы проанализировать это, нам нужно запустить такую утилиту, называется model.clay. Она позволяет нам как раз посмотреть, что в этой модели есть, сигнатуру модели. Вот можно просто докер стенсорфол вызывать, если нет утилиты на локальном компьютере. Туда прокидываем директорию и читаем ее. Ну вот, нам на выход вывелась информация о самой модели. Это дефолтная сигнатура, ее не смотрим. Вот эта сигната, это наша сигнатура, мы ее сохраняли. Если помните, вот она. Вот тут вот мы указывали название сигнатуры, и вот тут это название фигурирует. Эта сигнатура говорит о том, какие инпуты есть. Input message created at, message text, бла-бла-бла. И какие outputы есть. Confidence. Это тензорспеки этих output, input, вот они. И самое важное для нас, это указатель на… Ну, не указатель, а как бы название операции в графе, которая с этим инпутом работает. Вот название операции, вот оно. Signature message created at. И индекс 0. Чтобы нам подложить данные в эти ноды в графе, нам необходимо в рантайме эти операции получить. То есть получить в рантайме ссылки на эти операции. Для этого существует, чтобы получить ссылки на эти операции, у нас существует метод model graph operation. То есть мы у графа модели вызываем метод получения операции по имени. Имя мы подсмотрим вот как раз в сигнатуре модели. И кроме этого мы должны как бы обозначить вот именно вот эту вот ноду графа. Она в TensorFlow пакете офигурирует как структуру output. Output – это вот нода графа. И таким образом, создав output, инициализировав output, мы инициализируем указатель на ноду графа TensorFlow. Вот так вот мы инициализировали указатель на ноду графа. Теперь нам нужно данные в этот граф подкладывать. Как нам подкладывать данные? Данные – это tensor. Значит, нам нужно создать tensor. Мы создаем tensor из тех данных, которые у нас есть. Message created add, unix, то есть int64. Мы всегда можем перепроверить, что от нас требуется именно int64 вот в сигнатуре. Tensor и output создан. Так мы проделываем для каждого input'а и output'а, с которым мы будем работать. Для output'а нам tensor не нужен, потому что output как раз – это нода графа, с которой мы будем забирать данные. То есть это откуда мы заберем готовый tensor. Все, естественно, выходные данные – это тоже tensor. Значит, дальше мы готовим такой словарик, в котором ключик – это нода графа, а значение – это tensor, который в эту ноду подкладывает. Ну и перечисляем список нод графа, ну, список output'ов, просто то, что мы хотим на выход получить. Перечисляем и запускаем сессию, то есть команду run у сессии. Эта сессия на выход нам возвращает массив tensor в том порядке, в котором мы этот массив запрашивали. То есть если у нас тут confidence output был, значит на выход первым элементом нашего массивчика, нулевым элементом будет этот tensor. Этот tensor, он имеет значение value, значение value возвращает пустой интерфейс. И float32 – это тот тип данных, который как бы хранится под этим пустым интерфейсом. Его тоже можно подсмотреть вот в сигнатуре. dtfloat, dtfloat32. Вот, мы как бы модель загрузили, подготовили данные на вход, собрали данные на выход и можем вывести информацию, которую нам модель вернула. Давайте попробуем это сделать. Вот у нас есть файлик main. Мы его запускаем. Ошибка. Смотрите, для того, чтобы у нас все это скомпилировалось и запустилось, нам нужен, нам нужен асишный либо, lip tensorflow. И эту либо, можете, можно ее установить, использовать там, pip, еще как-то, но у меня она лежит просто вот, папочка с lip tensorflow, вот тут вот. Нужно просто линковщику скормить информацию о том, где хедеры этой библиотеки сишные и где ISOшники лежат. Если у вас эта информация, вернее, если у вас есть эта библиотека, то устанавливать tensorflow каким-то другим образом не нужно. То есть вы можете просто эту библиотеку подсунуть как динамическую либо сделать стандартный способ загрузки динамических библиотек. Это вот envi-переменные. Эти envi-переменные я инициализирую и дальше запускаю код модели. Вот смотрите, видите, тут куча каких-то строк логов вывелось. На самом деле это логи приехали из самой сишной либо. Здесь мы видим, что произошло чтение модели. У нас tensorflow определил наше устройство, CPU, что устройство поддерживает какие-то операции, которые я, например, не компилировал с поддержкой таких вот векторных регистров, IWX2, FMA, вот, MWX2, FMA это для плавающей запятой инструкции. Вот он определил все остальное. Если у вас GPU на сервере будет, 1 GPU, 2 GPU, 10 GPU, TensorFlow тоже это сможет определить и выдаст информацию. И дальше эта модель была запущена наша. На выходе мы увидим, что Spam Confidence – единица. То есть это сообщение – это спам, если верить нашей модели. В принципе, работа с tensorflow из Go заключается ровно в этом. Ровно вот такой код нужно написать, чтобы работать. Но кажется, что муторно писать над каждый input и каждый output это описывать. Я на самом деле тоже так подумал, думаю, неохота мне это делать. Будем генерировать код. И в итоге написал toolzoo просто, который берет на вход эту сигнатуру модели, а на выходе дает готовые гошные структуры данных и как бы то, что может запускать эту модель. Сейчас покажу, как с этим работает. Этот репозиторий с кодогенерацией доступен вот на гитхабе. Заопенсорсил его буквально вчера. GoTensorGen. Собственно, как его использовать? Мы просто берем и просим GoTensorGen сгенерировать нам сигнатуру. Мы говорим, что модель лежит не сигнатуру, а структуру данных. Мы говорим, что сигнатура модели, сама модель лежит вот здесь, вот в этой директории, а подкладывать готовые структурки нужно сюда. Запускаем. Происходит вся та же загрузка TensorFlow. И дальше генерация данных, генерация структур. Вот если взглянуть в папочку Runners, то мы увидим, что вот оно все сгенерировалось. Вот тут вот сгенерировалась сигнатура, из сигнатуры сгенерировалась структура данных. Все, данные для output сгенерировались. Вот тут весь код, вот этот вот, который подготавливает тензоры. Подготавливает output, указатели на ноды графа и тензоры. Все для людей. Чтобы не нужно было работать непонятно с чем, непонятно как, у нас есть строго типизированные данные, очень удобно. То есть мы вместо того, чтобы вот всю эту рутину делать, мы просто перекладываем в структуру данных гошную информацию, просто наполняем структуру данных и запускаем выполнение этой структуры. Run функция. И дальше получаем ответ. Проверим. Оно работает. Spam confidence единица. Это спам. Дальше. Что делать дальше? На самом деле, вот оно, машинное обучение. Мы как бы начали работать с, ну скажем, с простой моделью, она не машинно обучаемая, но даже в такой простой модели уже можно делать какие-то попытки ее обучить. Потому что, как вы помните, в такой простой модели у нас был параметр, вернее, переменная, переменная константа даже, константа 60 секунд. Мы считаем, что пользователь, который отправил сообщение через 60 секунд после регистрации, меньше, чем через 60 секунд после регистрации, он плохой. Ну и, естественно, временный имейл. Но вот эти 60 секунд, они могут быть машинно обучены. То есть мы можем взять весь наш датасет, все наши данные сообщения из базы данных и прогнать все те сообщения, которые являются спамом, посмотреть, а сколько времени про регистрации пользователя, отправка этого сообщения. И в итоге получить вот эту вот переменную константу 60 секунд, той, которая будет наиболее оптимальна в нашем случае, для нашей доменной области. То есть это уже будет первый шаг для оптимизации этой модели. Она может получить 17 секунд, эта константа, еще какая-то. Но факт в том, что она будет взята не из головы, а основана на данных. Ну и после того, как мы поиграли с этим, мы не те, кто умеет в машинное обучение, поэтому идем и ищем. Идем, заходим на Kaggle, и на Kaggle, знаете, такой ресурс, там соревнуются ребята, которые знают, как писать, как делать наш обуч. Мы просто вводим слово спам. И смотрим, что тут есть. Смотрим, тут есть SMS Spam Collection Dataset. И вот просто подсмотрев код тех моделей, которые использовались, например, для борьбы со спамом в этом соревновании, для этого датасета, мы уже можем какие-то модели более сложные делать, без привлечения для этого людей, называющих себя Data Scientist. То есть, по сути, таким подходом и с помощью, скажем, интернета, Kaggle и так далее, мы уже можем строить какие-то достаточно сложные сети. Но самое главное в этом всем, что вот эти те шаги, которые мы должны были пройти, вернее, те шаги, которые нужно было пройти для работы с данными, мы прошли. Мы прошли их, не будучи людьми, которые на фулл-тайм приходят работать с лыжкой Data Science. Но при этом мы смогли запустить в продакшн машинное обучение в каком-то виде. И даже на такой простой модели можно бейзлайн делать. Вот у нас модель. Вот она является нашим бейзлайном. Давайте экспериментировать. Давайте пробовать что-то новое. Давайте научимся собирать фидбэк от нашей модели. Давайте будем эти данные фидбэк как-то анализировать. И вот такими шагами мы придем к тому, что в нашей компании появится подход ML Ops. Без каких-либо трансформаций мы сможем прийти к тому, что Google считает правильным на сегодняшний день. Если несколько лет назад методология DevOps стала такой меняющей, ну не мир, но, скажем, индустрии немного, то сейчас к ML Ops все больше и больше людей приходит, когда команда – это не, скажем, инжиниринг команда, есть data science команда, а инжиниринг и люди, которые работают с данными, они как бы вместе сидят. Вот. И разработчики уже сейчас могут начинать экспериментировать. Конечно, нам понадобится помощь с моделями, но стартануть, сделать какие-то части этой инфраструктуры мы можем, во-первых, сами, мы должны это сделать сами, во-вторых, нам не нужно для этого углубляться в какую-то теорию маршобуча. Поэтому вот так. В принципе, это то, что я хотел рассказать. Ссылки, вот они, в принципе, доступные. Презентация будет. Я скину куда-то. Сейчас скину все. Все, спасибо. Давайте вопросы. Да, Артем, большое спасибо за доклад. Ты так часто упоминал про ребят с вычками data scientist, что мне кажется, если бы они присутствовали у нас на метапе, то пеканы бы подгорали знатно. Окей, у нас есть некоторые вопросы. Первый вопрос. Данные на продакшене для моделей ногов, для моделей вы на кого нормализуете и подготавливаете или все-таки нет? Нет. Если я правильно понимаю, нет. Это на скале. Почему на скале? Потому что там всякие вот эти ходупы, спарки и так далее. Все эти фреймворки под это дело, они... Ну, подготовка данных, вот этот вот луп, который замыкает все, он на самом деле... Он, ну, даже сейчас, на самом деле, выглядит переусложненным во многих местах, но просто инструменты в современном мире, которые под это как бы специализируются на этом, это вот Hadoop, Spark и так далее, они как раз написаны на скале, и те люди, которые работают с данными, ну, data scientist, они как бы используют те инструменты, которые им удобны. Мы сейчас на Go делаем именно inference, то есть ту часть, которая в продакшене запускает наш обучик. Окей, я смотри, у нас еще спрашивают, вот, точнее, уточняют, что нужно учитывать, что TensorFlow API для Go, он не гарантирует стабильной работы, а вот на самом деле вы сталкивались с этими проблемами или все нормально? И катится в продакшене? Проблем. Нет, ну, у них, да, там гарантии, скажем, немножко отличаются, но самый большой, самый важный нюанс в относительно этого вопроса, вот, со второй версии TensorFlow, ну, ладно, не будем даваться в подробности, есть вот этот формат модели, то есть графа, который сохраняется куда-то. Вот мы обучили модель, мы ее на диск в виде протобав. И вот этот вот формат, он стал стандартизирован. И это важный очень нюанс, потому что этот формат графа, он стандартизирован, а значит, что, во-первых, весь стэк, который реализует TensorFlow, например, есть TensorFlow Lite, который на embedded устройствах может работать, есть TensorFlow.js, есть, ну, просто TensorFlow, который на серверах мы крутим, есть еще что-то. В общем, все, что... Все вот это, оно умеет работать с saved моделями. Saved модели получается такой компонент, который имеет стабильный API, и они будут поддерживать стабильный API. Большая часть того, что мы делаем, даже не больше, а все, что мы делаем, мы не строим граф в рантайме, мы ничего такого, связанного с обучением, на go не делаем. Мы берем, грузим эту saved модель и просто передаем ей тензоры. Вот на самом деле, то API, которое мы используем, оно, ну, там по сути два метода, и оно, конечно, меняться не будет, потому что на этом API еще основаны, на этой же либе C-шной, основаны, например, TensorFlow Serving, вот, то есть те продукты, которые как бы сам Google поддерживает. Поэтому то API для загрузки моделей и так далее, оно будет оставаться стабильным. А вот для того, чтобы, скажем, обучение делать на go, ну, вообще я не советую просто в это дело даже уссуваться. Это неудобно, и это не нужно делать. Да, вот еще такой интересный вопрос. Что у вас вообще могло сподвигнуть и работать с TensorFlow на go? Почему? Ну, а какие есть варианты? Ну, то есть, я так понимаю, что у вас, что у вас, ну, инфраструктура определенная написана именно на go, да, поэтому... Ну, да, у нас, во-первых, экспертиза по go достаточно высокая, но на самом деле вообще неважно, как ты работаешь с TensorFlow. То есть, да, там доклад называется «Мой работа под go», и люди, которые рассказывают о том, как работать с TensorFlow, они говорят, о, на go там, или там, не знаю, работать с машинным обучением на Rusty, но по большей части я сказал, что есть ядро, есть этот framework, который делает расчеты. Это сишная либо. Мы, по сути, запускаем код на си. Просто либо вы можете запускать из питона, можете запускать его из go, можете откуда-то еще. Если есть какие-то переживания на тему того, что cgo – это как бы ресурсоемка, ну, cgo – это ресурсоемка, но когда машины… ну, это ресурсоемка в тех задачах, когда нам нужно очень много делать вот этих вот контекстовичей. Обычно модели – это достаточно тяжелая операция, и модель, которая выполняется там больше нескольких сотен миллисекунд, она уже компенсирует весь тот overhead, который привносит cgo. Поэтому в этом плане никаких проблем нет. На самом деле мы на cgo, по большей части, ну, на go переходим сейчас, у нас TensorFlow сервинг в продакшне крутится. TensorFlow сервингом… TensorFlow сервингом проблемы какие? Это все равно передача данных по сети, а у нас модели стали достаточно тяжелые, печей много, просто по сети передавать данных слишком много, поэтому как бы сейчас сделаем такой переход на работу уже с LibTensorFlow как библиотекой. А вот еще такой вопросик, подскажи, может, ты знаешь какую-нибудь литературу или источники, которые бы ты посоветовал, да, ребятам, кто хочет быстренько вкатиться в ML и в TensorFlow, но не как бы не углубляясь, не изучая эти вещи годами, а чтобы сразу по-быстрому поковыряться, попробовать. Крэш-курс на шобачу. Google крэш-курс, но в целом я бы сейчас покажу крэш-курс, у меня там на слайдах не знаю. По-моему, вот это ну да, короче, Machine Learning Crash Course, TensorFlow, Visa and the Flow API, вот, ну, это как бы самый такой источник, с которого стартовать можно, но я не скажу, что я эксперт в области машинного обучения, вообще говоря, поэтому лучше не слушать моих советов. Если вы хотите заниматься машинным обучением, занимайтесь машинным обучением, тут больше про то, как это дело все, в продакшене хорошо, тогда последний вопрос, самый главный, наверное, вопрос, да, ребята задали, зарплату-то повысит, если начать называть свои задачи data science, я уверен, что да, может после этого доклада все, кто слушал, в принципе, можете уже написать там, типа, data science, я data science, не, вы че, я математик, окей, ладно, тогда, да, я просто, что подстебывал-то data scientist, ну, как бы, не, ребята, которые занимаются data science, ну, они, на самом деле, это достаточно крутые ребята, и у нас там, ну, у нас как бы команда замешанная такая, вот там есть ребята, которые очень круто шарят, матане и так далее, у них там пейчин на эту тему и все такое, вот, но просто есть такая тенденция называть data scientist вообще всех, кто умеет SQL писать, кто там делает какой-то фидбэк-луп и так далее, ну, то есть я вот это хотел немножко развенчать, этот миф о том, что data science и machine learning и TensorFlow это что-то такое, к чему нам, простым смертным, нельзя притронуться. Ну, да, резонно. Окей, ладно, по таймингу у нас с эфирными вопросами все, ребята, я напоминаю, что Артем, спасибо. спасибо.